Принеси богам достойную жертву и будешь вознагражден легендарной книгой мертвых. Последние новости. Розыгрыш тайлеров, темное подношение, странствующие купцы и, конечно же, наши пушистые друзья. В этом видео погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Grim Soul. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем телеграм. Уникальный контент, который ты увидишь только в телеграме. Начнем с шикарных новостей. С каждой новой битвой вы становитесь сильнее и боги Лубени не могут не замечать этого. Говорят, что те, кто сумеет особо проявить себя и принести богам достойную жертву, будут вознаграждены легендарной книгой мертвых. О чем речь? Темное подношение, как я понимаю. Секретные знания, содержащие в ней, помогут вам стать сильнее и расширить ваши возможности. Капец! Я не знаю, это уже в игре или будет добавлено в игру, но это капец как интересно. В общем, друзья, делитесь своими комментариями и предположениями, что это, как это и почему. Ну а теперь, конечно же, розыгрыш ее мое. Четыре победителя и каждый получит по 300 тайлеров. Условия простые, быть подписанным на Телеграм Печка ТВ и нажать кнопочку «Принять участие», конечно же. Победители будут определены случайным образом 10-го в 9-0-0. Если ты победишь, тебе необходимо прислать свой игровой айди. Куда? Мне. Прям мне присылаешь. У тебя ровно день. Не пришлешь, заново разыграю твою награду. Айди смотреть. Вот здесь на шестеренку нажимаем, нажимаем на настройки и все, и ты скопировал свое айди. Ну и все, и присылаешь это дело мне. Че еще добавить? Всем удачи. Ну а теперь перейдем к пушистым нашим товарищам и друзьям. Уже по сложившейся традиции у нас запускается временное событие. 30% к получаемому питомцами опыту, повышенный шанс получения редких детенышей после скрещивания. И ускоренное взросление. Ёлы-палы. Это то самое время, когда надо заниматься люто волками и кошками. Че делать? Качать. Конечно же. Качать их со страшной силой. Скрещивать их еще страшнее. Привратник тебе в помощь. Ну а если у тебя есть волшебные миски молока и бычьи сердца, ну это вообще капец. Да? Джаспер. Хдыщ, хдыщ, хдыщ. Хо-хо-хо. Все питомцы получают больше опыта. Вот это вот рекомендуется, да? Если у тебя есть люто волки на повышение опыта. Вот у меня красавчик. И вот два. И кошаки. Выставляй их здесь. Блин, у меня че, вот этот парень первый что ли? Прикинь. Все питомцы получают от 7 до 14% больше опыта. Офигеть, еще и топ скилл выпал. Меняем сразу. Да? Это крутой кошак уже. Ну и давай ему вбиваем сразу, да? Че нам смотреть на это молоко? Да ты че, серьезно что ли? Мне кажется это уворот. Все питомцы устают на 13% медленней. Ну типа это еб круто, да? Это как острые когти, к примеру. Понял че? Стая. Блин, супер. Не, я доволен. Чуть ли один из двух самых крутых скиллов, да? Выбили. Шикарно. Обрати внимание. Бодрый работает. Да? На вот этого котенка, принцесса. Вот она гуляет у меня. А вот на лютоволка нифига не работает. Обидненько даже, да? Ха-ха, блин. Да. Ну ладно, че поделаешь. Вот эти вот скиллы, которые значит на стаю работают, они соответственно не работают на твою стаю, а на ихнюю работают. У лютоволков на стаю волков, а у кошек на кошек. Все просто е-мое, да безобразие. Обидненько чуть-чуть. Они же общая банда, да? Наша банда. Поэтому прикольно было бы, если бы на всех вообще прям все работало. Ну, слегка идиотизм, конечно, да? Но прикольный. Теперь скрещиваем красавчиков. Рэнди и Эво. Близзард. Привет, Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ябло. Ха-ха-ха, блин. Так, всего 16 часов, а не 24, да? Оу, повысили уровень. Блин, ну ты чё прикалываешься? Опять пацан? Видишь, у меня тут одни пацаны, короче. Прям беда, е-мое. Ладно, давай хоть посмотрим на него, да? Что он из себя представляет. Обожаю бычьи сердца, елпалы. Северный урон, люто волков, северный больше. Не, ну классная вещь, но нет, нам сейчас это не надо. Так, а чё у нас по котейкам? У нас много девочек обычных, нам нужны мальчики, да? Поэтому давай это сделаем. Бинго и маня. Вообще пофигу, у кого с кем, вот честное слово. Шуга. Полосатый сахарок, е-мое. Рогуе и ланселот. Рыжий джезебель. Всё, ребята, я верю. Давайте, давайте за золотинку нам. Шоколадный гордо. Шоколадный? Есть, блинчики. Я тебе говорю, это событие, это вообще, е-мое, это восторг. Так, давай сразу оценим, да? Гордо. Шанс найти питомца 17. Блин, это неплохо. От 4 до 21 может выпасть. Поем молочком. Ничего себе. Ёб, всё молоко, что ли, выпили? Да вы чё, серьёзно, ребята? Ну давай, блин. Чё-то интересное. Скорость восстановления энергии персонажа увеличена на 8%. Класс. Да? Блин, ну вообще. Увы, ах, я выжрал всё молоко. И чё? Ну всё. Вот так вот берём. Он уже у нас, да, с нами гуляет. Ну он прокачивается раз в определённое время. Чё, других вариантиков нету. Завершить. Ай, блин, не фортануло. Да вы чё, серьёзно? Ну ладно. И одни девчули, понял чё? Кофеёк. Сахарок. Джезебель. Теперь нужны мальчики. Ладно, если уж такая жара пошла, да? Не хотел я вот этого волчонка, короче, уничтожать, да? Давай! Камни. Белый. Белый, белый, белый. Ё-моё-моё. Ну давай. Ну, минимум золота будет. Это уже круто. Хытыш. А всё почему? Потому что ивент, ё-моё. И у меня второй легендарный лютоволк. А смотри, какой классный скилл выпал. А это классный скилл? Блин, это активные способности хозяина. Заряжаются быстрее. 38% максимум. Мне дали 37. В общем, как ты понял, это событие капец как круто был. Именно в этот момент надо прокачивать. Просто привратника не трогаем. Вот так стоим, лютоволк качается, а мы с тобой только хиляемся, да? Никого не убиваем. Соответственно, если вообще у тебя всё повышено будет, это вообще будет, ёб, восторг. Очень быстро будешь качаться. Тик-тик. До десятки я сейчас не буду его гнать, да? Ну, шестой сейчас быстро получим. Давай, давай. Ах да, совсем забыл. Тренированные волки. Если у тебя есть этот скилл, тоже его врубай. Врубай. И тогда твой волк. Вообще грязь. 29 урона. Ну и команда фас. У меня, к сожалению, нету такой книжки. Капец. Блин. Вообще грязь. Давай вобьём ему восьмой левел. Че-то, блин, мне надоело. Чуть-чуть попозже добью десятку. Капец. Просто уничтожает. Ты понял, чё? 30 урона. И это всего лишь легендарный лютоволк. Как я уже говорил ранее, на локациях ты можешь лютоволков и кошек находить. Три черепа. Два, один, четыре. Также в каких-то событиях временных, в ивентах. Также выменивать у странствующих купцов и в тёмном подношении. В том самом, в котором можно выбить эту книгу мёртвых. Для начала давай сбегаем к торговцам. И да. Если вдруг тебя не устраивает какой-то скилл. Один. Скилл. Один. Раз. Ты можешь поменять заводчика. Слушай, я не хочу менять. Вот этот скилл классный. Этот достаточно прикольный. Его можно поменять. Но не будем пока. Потому что десятый скилл может выпасть ещё хуже. Хыч. Вспомнишь? Оно и всплывёт, ё-моё. Три свитка золота, котёнок. Оу, уздечка. На пять кормушек. Тоже хороший, да? Шкиметер на это. Благовоняние её моё. И помни, если хочешь всё отобрать у торговцев, для начала поторгуйся, а потом уже всекай. У них совсем другой лут. У них совсем другой лут. Не было бы у них ни корзинки с котёнком в карманах, ни шкиметра. Пускай у нас волчок-красавчик чуть-чуть разомнётся. Здравствуйте, мужчина. И давай, кстати, мы поменяем оглушающий удар. Оу, хорошо, блин. Волк, помогай. Ёб, чё-то заморозка не работает. А я её не включал. Хорошо, блин. Да погодите, погодите, парни. Постой, охладись. Активный какой. Оу, что такое? Замёрзло совсем. Да, жёстко, жёсткие парни. Но, но, но. Обрати внимание, какой лут. Есть ли резон их убивать? Ну, я считаю, есть резон. Здесь тебе и питалово, и мясо, и селитра. Это такое, что вот, да, ну вот не просто так, короче говоря. И гвоздики, и шмоздики, чё только нету. Короче, классные парни. Ну, а теперь погнали к тёмному подношению. Книга мёртвых, книга мёртвых. Вообще без понятия, чё это за штука. Чесло. Но заинтриговали. Чё есть, то есть. Так, стоять, мужчина. Этот щит, блин, он не ледяной, он золотой. На таких бомжей тратить ни в коем случае. Да, как лютоволка выбивать. 5-6 вот таких пороховых зарядов очень часто дают лютоволка. Ещё один вариант. Качественное оружейное масло. Ещё один вариант. Очень крутое фиолетовое, значит, оружие. Типа крюк-палачаш, трезубец, шипастый, ядовитый. Короче, то оружие, которое вот я вот фиг поменяю. Блин, я лучше оставлю на Вагенбург, честное слово. Эй! Эй, стилет убийцы. Хорошее оружие, хорошее. Ну, чё поделать. Высшие силы не слышат вас. А как выбить книгу мёртвых? Без понятия. Если ты узнаешь, обязательно оставляй комментарий под этим видео. А ещё лучше, в нашем телеграме. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот видос. Если понравился, не забудь оценить лайком. Удачной тебе прокачки. Удачи в розыгрыше. Ну и в лубении. Она нам тут нужна. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова